Любов Павел Александрович представляет подростковый молодежный центр ОКТА, являющий руководителем молодежного социального добровольческого проекта «Гриптогрупп», который реализуется на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и уже Москвы на протяжении 6 лет. Цель – социальная адаптация пожилых, инвалидов и людей из группы «ИСКО» посредством музыки, черепа музыки. За 6 лет мы могли реализоваться и на сцене, и на мероприятиях наших более чем тысячи человек. Ресурсная база – это добровольцы подросткового молодежного клуба, в котором я являюсь, и нашего центра. Социальные партнеры в Санкт-Петербурге – это наши подростковые молодежные клубы, это ВАИ, Петроградская и Краснодородейского районов, в Ленинградской области – это Ленинградская областная организация общественных инвалидов, в Молодежный центр «Диалог», город Сосновый Борь, в Москве – это автономная некоммерческая организация «Доступ от прибыль». И немножко то, чем мы занимаемся, вкратце. В 2013 году я за все 6 лет побегусь быстро. Это больница на Маховой, дом 1, Сестринского ухода. Благодаря концерту в этой больнице нашли человека, которого не могли найти 20 лет, и он из больницы вышел. Дальше можно. Концерт общей счастливкой в 2015 год. Дальше можно. Организация театрального фестиваля «Послушайте» совместно с Петроградским районом. Я сижу в жюри. Дальше можно. Концерт в городе Подпорожье Емиратской области «Техникум». Мастер-класс у нас в клубе «Фестиваль «Послушайте». Дальше можно. Кансионат «Ялка» Краснодородейский район. Дальше. Концертная программа «Верите, бедняться, искать». Она проходит ежегодно, охватывает более 100 человек. На данной фотографии интернат психоневрологический номер 10. Можно дальше. Дальше. Значит, «Открытая елка» — это то, что провели совместно с доступом «Открыт» в акт-пространстве РОДЭ. Они предоставили, ребята предоставили помещение. Дальше. Это пошли многочисленные награды, их много, в том числе на всероссийском уровне. Не листайте, листайте пока. Скажу, где остановиться. Еще нашим постоянным социальным партнером является команда Международного союза «Ковырен». Своей лиги, команда своей из области, единственная команда инвалидов в России. И наши волонтеры помогают на играх. И еще, чтобы у вас сложилось впечатление больше о проекте, о ребятах, обо мне в целом, я представляю вам ролик. Если можно. Павел Любов пел на одной сцене со всемирно известной Монсеррат Кабалье и даже выступал в Ватикане перед Папой Римским. Трудно поверить, но для 14 лет он вообще не знал о своей грамоте. Успеете учить вокалу его призвание? Успеете учить вокалу его призвание? Это Prinzip. Проект направлен на социальную доставку, чтобы они проявляют общество через музыку. Поэтому мы делаем концепты не только для ведущих тренировок, но и для медицинских, а также для плаженировок и лечебных тренировок. Для зрителей выступил оркестр главных руководителей студентов, психо-норологического диспансера номер 10 и ребята из школы искусств и театральной семьи. В прошенном вечере стал категорический хор «Коммертон» в центре социального обслуживания семьи в форме детского района. Посмотрели на то, что становятся мы старше, и не беда, что становятся мы старше, и не беда, что с ним лишь седина, мы еще в строю, мы на марше. Жизнь, она еще полная краска. И не беда, что мы чуть-чуть постарели, но не забыли молодости танцев. Вот такие песни, молодости парней, русские старинные романсы. Самая главная задача была в 2015 году, когда я организовал проект, это делать мероприятия не для детей с ограниченными возможностями, и людей, и пожилых, а вместе с ними. Что я хочу в будущем, так это по всей России организовать координационные центры, чтобы они функционировали, чтобы проводились мероприятия, которые отбирались в самые лучшие номера и проходили с белоконцертом в Москве, например, в Завице полных соборов в храм Христа 188. Спасибо. Ну, в Кремлевском это перспективно. Хорошо, спасибо вам большое. У нас вопросы? Есть. У меня вопрос. Я понимаю, что у вас инклюзивная добровольщика, да? Дело в том, что я, когда пришел на работу, это совершенно здорово. Будем говорить прямыми словами. Я работаю со здоровыми ребятами, у меня инвалиды тоже есть, но здоровых это преимущество. То есть, да, концерты мы делаем совместные, что еще помогают ребятам? Они помогают коляске, да, перевозить там людей на этажи. Вот, например, в больнице концерт на втором этаже, а мы с первого этажа коляски наверх поднимали ребятам. То есть это и творческая составляющая, и как бы социальная составляющая. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.